Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе-антиутопии Улдаса Хаксли о дивной новой мере. Улдас Хаксли автор одной книги, этой антиутопии, о которой я вам расскажу. Я пытался читать другие его романы, Контрапункт, Шутовской хоровод, Слепец в газе, но все они не дотягивают до его антиутопии, самой лучшей его книги. В отличие от Орелла, у которого нет ни одного проходного произведения, Хаксли автор одной книги, и он остается автором чрезвычайно глубокой книги. Это книга, критикующая цивилизацию XX века, критикующая ту цивилизацию, которая победила сейчас в мире. Капиталистическую цивилизацию, буржуазную, механистическую, индустриальную, цивилизацию Форда. Все в этой цивилизации расчислена информация, разум, технические науки, ученые управляют людьми в этой книге. Они генетически модифицируют коды людей, программируют их жизнь, определяют их мировоззрение. И только люди, живущие в резервации, дикари, еще живут в какой-то свободной жизни. Но Хаксли не идеализирует эту жизнь. Он понимает, что инстинкты, эмоциональные инстинкты, эмоции, неуправляемые инстинкты, безудержная сексуальность, неуправляемый ничем поток эмоций, не может быть противопоставлен этой механистической цивилизации. К сожалению, альтернативы нет, из всего точки зрения. Хаксли не был социалистом, в отличие от Орелла. Он не критиковал с позиции демократического социализма, буржуазную цивилизацию. Он не принимал ни большевистскую Россию, ни капиталистический Запад. Но при этом Хаксли обратился потом к наркотикам, к контркультуре, и стал одной из эмблем контркультуры. Его роман «Остров» и роман «Утопия», описывающие что-то подобное «Кому не хиппи на острове», стал одним из самых популярных романов в 60-е годы. Описанным в 62-м году, в конце 60-х он стал, может быть, предвидел контркультуру. Так вот, Хаксли описывает в удивленном новом мире жизнь, в том числе и сексуальную жизнь, которая рассчитана по минутам, по часам. Торжествует полигамия, торжествует сексуальная свобода, но при этом она не приносит радости. Она не содержит никаких чувств, никакой любви. Все в этом мире механистично. И чувство дикаря Джона, к одной из девушек из этой цивилизации, остается непонимаемой, непонятой ей. Она думает, что он жаждет ее тела. Она хочет ему отдаться. Он же этого не хочет. Он хочет романтики, хочет чувств. Не может никак к ней пробиться. Это очень драматичная, еще очень трагическая книга, замечательная, предъявленная Олегом Сорокой. Замечательная книга. Так же популярная, как и 1884 год Оруэлла. Так же, как «Мы, Замятина» популярная книга. Но роман Хаксли оставляет некое курькое послевкусие. Может быть, он менее мрачный, чем роман Оруэлла. Менее точно описывающий будущее индустриальной цивилизации, чем «Мы, Замятина». Но при этом описывающие именно сексуальную свободу, очень близко к нашим дням. Описывающие даже страшные детские сексуальные игры. Вот вам, пожалуйста, секс-образование сегодня, секс-просвет. То же самое. И главное принуждение. Такой лагерь настоящий, концентрационный лагерь, рацио. Рационализированный, порядочный лагерь, в котором все, нет болезни, нет смерти. И только наркотик Сома, убаюкивающий, успокаивающий. Такой предтечи будущих вот этих зависимостей человека от гаджетов, от интернета. Может быть, это имеется в виду. В этом романе много предсказано о нашем времени. Буржуазная цивилизация победила в холодной войне. СССР и соцлагерь уничтожены. Быть может, они пали справедливо, в этом есть историческая справедливость, потому что цивилизация, созданная на крови, не может существовать. Но и буржуазная цивилизация тоже создана на крови. На унижении, на растлении людей, на экономическом, социальном, политическом гнете. Эта попытка человека расчистить, упорядочить, будет во многом продолжена. Критика этого будет продолжена в романах Курта Вонна Гута в будущем. И в романах «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпионов», «Механическая пианина», «Сирена титана» и других фантастических книг ХХ века, в том числе связанных с контракультурным движением. Я хотел бы вам сказать о том, что этот роман надо перечитывать внимательно сейчас, чтобы увидеть в нём не только реалии сегодняшние, но и понимание того, как в 20-е годы, в 1932 году, если не ошибаюсь, когда книга была написана, как Хаксли мог это всё предусмотреть, как он мог это всё предвидеть. Это совершенно удивительно, и это поражает. Если вы ещё эту книгу не читали, в чём я сомневаюсь, потому что я читаю все, прочитайте её и увидите, что много в этой антиутопии, к сожалению, сбылось. До свидания.